Всем привет, с вами Хальян И сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как же сделать свой собственный ретекстур Как перекрасить и изменить внешний вид модели, не меняя саму модель Для работы нам потребуются программы, которые позволяют распаковывать BSA архивы Это может быть BSA Opt, BSA Browser, BSA Extractor, все что угодно Главное, чтобы вы могли вытащить модель из архива Затем нам потребуется программа под названием NIVscope, которая позволяет открывать модели и просматривать их Ссылка на нее есть в описании к видеоролику Кстати говоря, я делал небольшое видео по NIVscope, так что можете тоже его посмотреть, если у вас нет понятия и представления о том, что же это за программа Далее нам потребуется программа типа GIMP или Photoshop То есть что-то, что позволяет сохранять текстуры в формат DDS Ну и разумеется, сам редактор в самом конце Алгоритмы работы не очень сложны, на мой взгляд Буквально 5 пунктов Первое, распаковать архивы Второе, найти модели соответствующую текстуру Третье, перекрасить это все в Photoshop Четвертое, привязать новую текстуру к нашей модели Ну и пятое, разумеется, добавить все в редактор Ничего сложного здесь и правда нету Поэтому давайте приступим и начнем сразу же с поиска необходимой модели И для начала давайте выберем модель Я воспользуюсь программой BSA Browser И загружу в нее непосредственно архив с мешами Пока он грузится, я наверное возьму какое-нибудь оружие Наверное это будет стеклянный одноручный меч Но самое простое на самом деле Чтобы показать вам основной принцип работы Чтобы вы понимали как все это устроено Сейчас программа подумает и загрузит полный список моделей И затем соответственно я уже выберу подходящие модели Нам также нужно будет потом распаковать архив с текстурами Чтобы можно было редактировать саму текстуру Но для начала давайте разумеется Так, модели загрузились, сортируем по пути И найдем здесь папку под названием Weapon На самом деле здесь все довольно логично устроено То есть мешес, скажем, трапс-то, ловушки А вот же, вот и оружие, да? Weapon Меня интересует глаз Здесь есть пары моделей То есть модели, скажем, ну вот например Стеклянный боевой топор И есть тоже такая же модель, но с видом от первого лица Нам понадобится в принципе та и другая Но я возьму сейчас одну На самом деле разницы особой нету Возьму обычную модель С видом от третьего лица Обычную модель оружия Без приставки 1СТ Это будет Да, это пусть будет боевой топор Затем извлечем все это Да прямо на рабочий стол Извлекли Вот Боевой топор Откроем эту модель Она у меня автоматически откроется через Нивскоп Потому что у меня он уже установлен Вот так вот у меня выглядит оружие Без тексту, без всего Я уже делал видео по программе Нивскоп Вы можете посмотреть Я не буду останавливаться на нюансах этой программе Поэтому сразу перейду к делу Нажмем на модель Она у нас вся выделилась У нас выделился шейп Откроем его Раскроем все плюсики Перейдем в шейдер Текстure set Внизу в блок деталей Снова раскроем его И увидим Четыре строки Нижние две Это пути к текстурам Которые нас не Интересуют никак Нас интересуют только верхние две Это Сама текстура основная И текстура с нормалью То есть карта высот Нам нужна будет в принципе первая Но мы заодно вытащим и вторую Для общего редактирования Обоих текстур Находятся они по пути Текстуры Weapons Glass Поэтому снова воспользуемся BSA браузером И соответственно найдем Загрузим архив с текстурами И соответственно найдем там Наши файлы Когда архив прогрузился Сортируем опять же по пути И находим Weapons Glass Где-то внизу Это у нас Сталь Вот Glass Нас интересует Glass Battle Axe Соответственно Glass Battle Axe И Вот это вот Вот эти две текстурки Вытащим их Также извлечем их На рабочий стол Так Они у меня скорее всего Появились В этой папке С текстурами Weapons Glass Вот они Я их тоже вытащу На рабочий стол Итак Теперь нам нужно Их отредактировать Поэтому мы переходим В Графический редактор Итак Я воспользуюсь Photoshop Версия CS6 Сейчас он загрузится И соответственно Я Просто перетащу Эту текстуру В Photoshop На самом деле Я забыл ответить Что для Photoshop Еще нужен плагин Который позволяет Открывать текстуры Ссылка на плагин Также в описании Итак Что мы здесь видим Это типичная Для текстур Непонятная картинка И Я наверное Сделаю следующее Я сделаю Зеленые элементы Другого цвета Правда Я еще не решил Какого Для начала Давайте сделаем Легкое редактирование Я не буду показывать Весь процесс Просто чтобы Выходили приносы И Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует... То есть ничего сверх оригинального я и не придумал. Тут главное показать принципы, что сами понимаете. Теперь нужно это все-таки сохранить как? Сохранять надо теперь немножко иначе. То есть текстура не должна называться точно так же. То есть она конечно может называться точно так же, но я не рекомендовал бы вам это делать. Пусть будет Purple, то есть Курпурный Сохраним на рабочий стол Здесь есть меню настроек При сохранении формата DDS Вы можете выбрать тип DDS DXT1 С альфа С альфа-каналом, без альфа-канала DXT3, DXT5 Я оставляю все как есть Мип-карты тоже генерирует нужно Дальше тут вообще ничего нажимать не надо Нам это не нужно Нажмем просто на сейв и все сохранится Далее нажмем на фильтр NVIDIA Tools И Normal Map Filter Здесь попытаемся с вами Задать нормали Так, ну-ка попробуем Плохо получилось Попробуем еще раз Так, сейчас Слои Выполнить сведение После этого После сведения Еще раз Нажимаем на Normal Filter Здесь у нас можно задать Глубину То есть Карту высот Объемную Скажем так Я поставлю на 5 Почему бы нет Вот глубина у нас Отпечаталась Глубина или я даже не знаю Объем отпечатался Сохранить Сохранить как Называем точно так же И дописываем после Самого названия Где я сколько нормальный То есть нижнее подчеркивание И M Сохраняем Вот с такими же настройками Как они были Не меняем Альфа канала здесь нету Поэтому нам больше ничего не нужно Итак У нас Здесь есть Это можно убрать Есть две наших новых текстуры И соответственно Модель Топора Вот она Три текстуры Три файла Готово Теперь перейдем к следующему этапу И соответственно Соединим их между собой Теперь давайте соединим Модели и текстуры вместе Единственное что я отмечу Что у оружия Всегда есть один такой аспект Как вид от первого лица Поэтому для того чтобы Нормально корректно Полностью Переделать Само оружие Вам нужно не только Изменить Саму Саму модель оружия Но еще и изменить Модель с видом От первого лица Для этого нужно В папке Со стеклом Найти модель С приставкой First person То есть вот так вот То же самое Модели будут в принципе Совпадать Так что можно не переживать На этот счет Повторно рисовать текстуры С большой вероятностью Вам не придется Просто нужно будет Привязать Пару текстур К паре моделей Итак Откроем папку со Skyrim И поместим Модели В папке Меши и текстур Сразу Скажу Что рекомендую Если у вас много моделей Вообще Я рекомендую вам Создать папку В мешах В текстурах Которая бы называлась Так же как называется Ваш мод Ну в общем Как-то так Чтобы было понятно Чтобы было удобно И вы в случае чего Не терялись Папка с мешами Что-то у нас лишнее Создадим папку Под названием Под названием Color Glass И переместим И переместим ее Вот сюда Все модели Точно так же Сделаем папку По папке С текстурами Назовем ее Color Glass И переместим Сюда текстуры В чем вообще Особенность Еще один нюанс Повторюсь Текстуры должны Называться Одинаково Только разница С индексом Н Если что Далее Название Моделей У оружия С видом От первого лица Должно быть Точно таким же Что и У обычного оружия То есть Если у вас Модель называется Glass Battle Axe То модель Для первого лица Должна называться First person Glass Battle Axe Если вы хотите Как-то переименовать Убрать что-то лишнее То то же самое Нужно сделать И в названии Модели С видом От первого лица У доспехов Свой нюанс Там Зависимость От комплекции Идет Ну Оружие Вот такой Принцип Далее Далее нужно Открыть В невскопе Эти модели И прописать Новые текстуры В принципе Вы уже Делали это Вы это уже имеете Выделяем Всю модель Раскрываем Ветки Находим Нужную модель Находим Нужные строки Далее Жмем на цветочек Открывается Вот такое Вот окно По нему Переходим Папку С нашими Соответствующими Текстурами Выбираем Основную текстуру Как видите Все у нас уже Поменялось Далее Выбираем Текстуру Для нормалей Все хорошо Сохраняем Модель По такому же Принципу Редактируем Модель С видом От первого лица Тут Чуть больше Нюансов Тут модель Слезка разбита На несколько шейпов Но нас это не должно Останавливать Мы точно так же То же самое Один в один Прописываем Новые текстуры Делаем это Постепенно По очереди По каждому шейпу Проходимся И Меняем Вот таким Простым образом И так же Сохраняем Как И было Все После чего Мы можем С вами спокойно Перейти в редактор И там уже Непосредственно Добавлять И работать В нем Я никогда не видел Смысла создавать Новые объекты В редакторе Поэтому Просто перейдем В раздел с броней И найдем И изменим Стандартную модель Которая уже была Нами Была создана Заранее До нас На самом деле Это по моему Простой Оптимальный вариант Находим Нашу стеклянную секиру Баталакс Открываем его Сразу же Сохраняем По новому Называем Век Идем Так Переименовываем Как положено Параметры Менять не будем Это сейчас Не стоит Принципиально важно Нас интересует Вторая фладка Art and Sound Вот здесь Есть такое поле С названиями Моделей Нам нужно Изменить Саму модель И изменить Модель Для Вида первого лица Для начала Изменим Саму модель Нажмем на edit Увидим Вот такое вот окошко В нем Снова нажмем на edit Откроется Меню выбора файла Здесь мы с вами Переходим По навигации В папку С нашим С нашим Топором С нашей секирой Выбираем секиру И теперь она у нас Отображена здесь Нажимаем на ok Нажимаем на Ok Создаем новую форму Далее Далее Теперь Переходим В раздел Статиков Потому что Именно здесь Хранятся Модели С видом От первого лица Вот First person Далее Нужно всего лишь Найти оружие Вот оно Glass battleaxe Открываем его И выбираем Новый путь К Модели С видом От первого лица Точно таким же образом Вот она Появилась Нажимаем на ok Здесь Переименуем Как Крёст 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 Так Пурпурный И Нажимаем на ok Опять же параметры Здесь трогать не будем Создадим новую форму Далее Опять вернёмся К оружию Потому что Она нам очень нужна Откроем Пурпурную секиру И выберем Новый пункт Новую броню Ну точнее Новую модель Прощение Так First person Всё Всё готово Всё у нас есть Теперь Сохраним этот Мод Как какой-нибудь Плагин И затем Выкинем эту модель В мир Куда-нибудь Потому что Нам же необходимо Посмотреть И оценить Всё это в игре Наверное будет День брони Не рифтона Так Нет Не рифтон Это будет Риверрут Риверрут Просто поместим Туда модель И затем Посмотрим Как же всё это Выглядит у нас В игре И так Вот у костра Думаю Вполне отличное место Разместим Пурпурную секиру Нажмем на F Она у нас впала Ещё раз Сохранимся И перейдём В игру Посмотрим Что же нас ждёт Там Так Я в Ривер Будем Вот она Наша новая Пурпурная секира Подберём её И теперь Можно Ходить С новым оружием Вот так она выглядит У нас за спиной Вот она вся Пурпурная У нас Так у нас Выглядит она С видом От Третьего лица Так С видом От первого лица То есть Как вы видите У нас теперь Совершенно новое оружие Вот такая вот Новая Необычная модель У меня на этом Наверное всё Надеюсь Вам Понравилось Это видео Никаких вопросов У вас не возникло Или Возникло Поминено Не знаю В любом случае Если что-то непонятно Можете оставить Вопрос в комментариях Я постараюсь На него ответить Надеюсь Я Помог Многим Потому что Очень давно Меня просили Сделать подобное видео Надеюсь Надеюсь Вам понравилось У меня на этом Всё Большое спасибо Что смотрели С вами был Кальян Ну и вы можете Подписаться на канал Оставить Поставить лайк Комментарий Я не знаю Вступить в губ Вконтакте Я конечно не настаиваю Но вы можете В принципе Ещё раз повторюсь У меня на этом всё Большое спасибо За просмотр С вами был Кальян И До скорых встреч Всем пока